всем привет мы продолжаем рубрику канала посвященную обзорам старых масштабных моделей американских автомобилей и сегодня я хочу вам показать на мой взгляд очень красивый и необычный автомобиль с кузовом типа кабриолет и мы рассмотрим imperial crown convertible 63-го года в коробочке neo scale models масштабе 1 к 43 эта модель уже снята с производства хотя при желании ее все еще можно найти в открытой продаже и когда эта модель была в новинку за нее просили 80 евро довольно приличная сумма но не стоит забывать изделия из полимера примерно так и стоит и это средний ценовой сегмент например у конкурирующих брендов glm matrix модели даже чуть дороже а качество проработки примерно на таком же уровне и данный imperial crown у neo представлен только в одном варианте окраски и с одним типом кузова это кабриолет со сложенным верхом возможно в будущем будет переиздание в другом варианте окраски возможно эта модель останется только в одном цвете и что касается марки imperial то ее история довольно увлекательна первые chrysler в двадцатых годах тоже носили название imperial это были роскошные автомобили но где-то в 50-х годах chrysler corporation решил разделить эту марку создать новый бренд который не имеет отношения к их обычной продукции и эти машины были нацелены на состоятельную аудиторию и они должны были конкурировать с такими гигантами как cadillac и lincoln но почему-то эти автомобили не зашли возможно из-за очень высокой цены возможно из-за неправильного маркетинга ведь подобные эксклюзивные автомобили продавали в обычных торговых центрах chrysler я думаю под эту марку нужно было делать отдельные торговые точки но эти машины оставили свой след в автомобильной истории во всяком случае в плане необычного дизайна и данный автомобиль мне визуально очень нравится если сначала посмотреть на этот кабриолет то вроде бы ничего необычного вы не увидите но если начать присматриваться к мелким деталям здесь очень много уникальных технических решений и как раз мы посмотрим их на масштабной копии я вам для сравнения приготовил также советский автомобиль это лимузин газ чайка просто чтобы вы прикинули размеры данного американского мастодонта и посмотрели как американская техника отличалась в плане дизайна от советских аналогов и у этой модели довольно крупная коробочка она больше чем стандартная упаковка для легковых автомобилей у neo scale models и картонка выполнена в обновленном дизайне голубого цвета и дисплей кейс здесь точно такой же как на продукции best of show коробки с закругленными уголками ранние боксы у neo были с острыми углами и не всегда получалось демонтировать прозрачный колпак он очень плотно сидел на подставке здесь в этом плане с демонтажом колпака не возникает каких-либо проблем на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается данного производителя естественно эти модели изготовлены в китае есть наклеечка с артикулом модели по которому можно найти ее в интернете указан прототип imperial crown convertible metallic red neo масштаб 1 к 43 и мне у neo нравится качество покраски и сборки оно на очень высоком уровне если посмотреть на все мои модели от этого бренда то можно найти 5-6 возможно 7 моделей которым действительно можно придраться в плане покраски остальные модели практически безупречны да у них встречаются пылинки но это потому что модели у меня зачастую стоят просто на открытой полке когда их ставлю чтобы любоваться ими если вы посмотрите у этого автомобиля очень красивый темно насыщенный цвет metallic и также у автомобиля бордовый салон который прекрасно сочетается с основным цветом автомобиля отличная детализация сиденья имеют небольшой рисунок также если посмотреть у автомобиля хорошо сделано напольное покрытие прекрасно изготовлены дверные карты на них краской нарисованы небольшие пепельницы также декоративные элементы и у этого автомобиля очень необычно сделана панель приборов и рулевое колесо и руль не круглой формы а овальной тоже такой элемент встречается не часто на старых автомобилях сейчас конечно на спортивной технике делают подобные рули но раньше в основном рули были очень похожи у различных машин также у автомобиля установлено зеркало заднего вида в салоне оно сделано в хроме присутствуют небольшие солнцезащитные козырьки они тоже окрашены в цвет салона сложенный мягкий верх под кожухом также если вы посмотрите у масштабной копии дверные ручки из фототравления а декоративные молдинги на боках сделаны из самоклеющейся фольги возможно в какой-то степени это упрощение но эти детали смотрятся не хуже чем аналог из фототравления и зачастую на моделях из полимера детали из фототравления по истечении времени отслаиваются и нужно заново их подклеивать и посмотрим как эти элементы будут держаться по истечении 5-6 лет пока что они не отклеились также у автомобиля очень необычно сделана передняя часть своеобразная решетка радиатора также в центре есть логотип данного бренда присутствует маскот если вы посмотрите осветительная техника вынесена за переднее крыло и фары в отдельных корпусах по типу как на автомобилях 30-х годов тоже очень необычный дизайн и подобной светотехники я не встречал на других автомобилях 60-70-х годов а поворотники здесь находятся сверху под декоративным молдингом и сейчас владельцы советских ниф заулыбались потому что у них точно такое же решение осветительной техники также установлены регистрационные номерные знаки штата миссисипи и у neo на разных моделях абсолютно разные регистрационные знаки и повторов вы не заметите у этого производителя тоже мелочь но приятно также мне очень понравились колесные диски они в хроме и на колпаках есть небольшие выступы на самом центре и точечка точно такого же цвета как корпус автомобиля на передних крыльях есть шильдики imperial тоже очень красивый дизайн и если вы посмотрите ободки колесных арок тоже сделаны в хроме на задних крыльях тоже присутствуют небольшие декоративные шильдики и на крышке багажника здесь есть выемка под запасное колесо но я думаю это просто декоративный элемент запаска находится в другом месте потому что если она будет по центру багажника вы просто ничего другого не положите и кстати такие imperial выпускались с крышкой багажника без данного элемента и эти машины смотрятся тоже вполне симпатично и у nail есть лимузин imperial и у них два варианта как вот с такой выемкой так и обычный чистый багажник и обе модели есть в моей коллекции задние фонари здесь сделаны из прозрачного пластика покрыты красным лаком и также в заднем бампере установлены небольшие круглые огоньки заднего хода прекрасно проработана выхлопная труба кончики в хроме черной краской обозначили отверстие и у этой модели вполне хорошие покрышки и присутствует небольшой white wall который украшает резину данного автомобиля и давайте вам покажу советскую чайку просто чтобы вы прикинули размеры этого огромного автомобиля и вроде бы чайка большой лимузин если посмотреть на нее отдельно то она производит впечатление но если поставить ее рядом она кажется просто крохотулькой и чайка намного уже чуть короче и естественно крайслер намного мощнее и роскошнее чем советский вариант и конечно чайка более старый автомобиль она в плане дизайна копирует паккард карибиан 56 года американский автопром был очень мощный в то время и у них дизайн машин кардинально менялся буквально каждый год и этот автомобиль без особых изменений выпускали только три года и здесь показан уже самый последний год выпуска 63 из 64 года кардинально изменился дизайн этой техники и если у вас будет интерес я тоже сделаю детальные видеообзоры на более современные автомобили imperial от neo которые есть в моей коллекции если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком также подписывайтесь на мой второй канал там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции жмите на колокольчик и можете заглянуть в мои группы вконтакте и фейсбуке там тоже участники моего сообщества делятся фотографиями своих коллекций масштабных копий автомобилей а на сегодня это все до новых встреч пока